Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Слушайте, сегодня открываю инстаграм. Вчера как-то особо не заходила и попадаю на пост, по-моему, Жени Гейна. Она писала о том, что, или это сториз было, ну не столь важно, что вчера 20 числа нужно было убраться, ну там кучу всего переделать. Это связано с солнечным затмением, еще с чем-то. Я не увлекаюсь астрологией и я не могу сказать, что я в это особо не верю. Но когда ты чем-то не интересуешься, то сложно сказать, какая у тебя позиция. Но суть в том, что вчера у меня произошла такая уборка, организация всего на свете, как-то само по себе. У вас бывает такое, заодно как зацепишься и дальше по цепочке идет второе, пятое, десятое. Я искала низ от купальника, который я уже надевала в этом году, поэтому нигде я не могла его посеять. Я точно помню, что я положила его в стирку. И через 4 дня мы отправляемся в путешествие. Мы едем в отпуск в 2 места. Это будет в следующей части влога, я думаю, или в следующем влоге, как получится. И, короче говоря, я решила заранее все перестирать, потому что у нас ужасная погода и ничего не хочет сохнуть. И это как раз тот момент, когда мне приходится воспользоваться сушилкой. И я в поисках вот этого низа от купальника перестирала все белое, все черное, все красное и цветное. Красное сейчас вот достиралось, насколько я слышала. И представляете, я уже все развесила. И потом подхожу к сушилке и вижу, что да, купальник и верх, и низ все вместе. Я не знаю, как я так искала. Видимо, я была настолько увлечена процессом, что уже не сосредотачивалась на том, что я ищу. Также постирала все детские вещи. И я вот думаю, что будет еще с обувью, которую я также помыла. И она очень мокрая и не собирается высыхать. Также после прогулок с Микой, после дождя и утром тоже по росе ходила. Нигде не могла найти в стационарном магазине эти резиновые сапоги. И вот моя обувь тоже никак не сохнет. Может попробовать тоже загрузить в сушилку. Если я ее испорчу, будет немного обидно, так как мы редко ее пользуемся. Почему? Потому что вещи такие мягкие, как будто, ну не знаю, они не свежие. Хотя полотенце я люблю после сушилки. А томок наоборот, что дубовое, все. Мы с ним черное и белое. Еще раз повторюсь, что вот мне нравится одно, ему совершенно другое. И так во всем. В питании, в быту. То есть он готов есть круглосуточно только мясо. А я, допустим, люблю овощи, крупы. А он вообще, то есть если поставишь там гречневую кашу, то он будет сидеть, ковыряться, кривиться. Возможно, с гуляшом еще этот номер прокатит. Но так, это очень, конечно, сложно совмещать мои вкусовые предпочтения и его. Так что мне немножечко повезло в этом плане, так как он обедает в таком недорогом... Это даже не ресторан, типа кафе, вот, где есть обеды дня в том городе, где он работает. Поэтому я каждый день для него не готовлю. А на выходных я стараюсь и себе, и ему, и детям также, конечно же, готовить что-то такое или нейтральное, или чтобы у каждого был выбор, скажем так. Но это, конечно, задание не из простых, я должна сказать. И, кстати, вот тоже момент про астрологию. Я когда-то читала, что Козерог, а он Козерог, и Водолей, я Водолей, они плохо уживаются вместе, что это очень сложный союз. Но как-то же мы тянем, вот уже сколько, 12-13 лет? Где-то так. Я теряюсь в числах, причем всегда. Именно поэтому я так жду нашего отпуска. С меня реально хватит такого лета. Это практически каждый день. Через день так точно. Немножко моей негламурной закадровой жизни, повседневной, хотя сегодня воскресенье, вот такой выходной. Поскладывала постельное белье, которое я стирала вчера. Это детские вещи. Мы стираем их на отдельном этаже. Там тоже стиральная машинка. Это я уже подготовила какие-то пляжные полотенца, пляжные тапочки. Буржуа, между прочим, привозила их из поездки в прошлом году. Здесь вот поскладывала носки, белье. Вот очередная партия достирывается, и сушилка как раз закончила. Нам не советовали покупать сушилку и стиралку два в одном. У нас Симонс, я как-то показывала. Не знаю, мы очень редко пользуемся сушилкой. Небольшой апдейт по моим покупкам для дома. Вот эти полотенца, которые я покупала, они есть в разных цветах. Они из Ларедут. Очень классные, мягкие, большие. Наконец-то можно так хорошо укутаться. И я также оставляла вам код на 40% скидку, которая у меня тоже есть. Поэтому, если вы хотели какие-то классные полотенца, то в инфобоксе продублирую. Короче, кому-то нельзя заходить в H&M. Я забрела туда за кое-какими покупками для малых. Сейчас вам покажу, чего нам там не хватало в отпуск. И себе взяла вот такой сарафанчик без примерки. Они из трех цветов. Универсальная вещь, вы знаете, можно и на пляже, и также в город. Вот так, со шляпкой или без нее. Еще добавила украшение. Это актуальная коллекция Зары. Но я думаю, что оно есть на распродаже. Вы часто о нем спрашиваете. И мне очень даже нравится так. Женственно, красиво, по-летнему. И беленькое. Оставлю оба, потому что они недорогие. Также это не модные фасоны, а именно вне времени. Поэтому можно будет носить очень долго. И затрудняюсь сказать, какой из них мне нравится больше. Поэтому остаются два. Давно хотела себе купальник с трусиками на завышенной талии. Так как я торопилась, взяла все без примерки. И тоже отлично села. Сейчас уже не стану примерять. Возможно, в отпуске вам покажу. Низ я беру себе 36 размера, а верх 34. Но в этот раз не было 34, а я взяла 36. Именно бюстгальтер. Тоже все хорошо. Не спадают. У меня обычно под грудью все великое и не держится потом. И тоже удобно в этом загорать. Трусики можно подвернуть. Очень классное качество. Мне понравилось. И также такие купальники. Вот видите, как махровые что ли. Ну, это я сейчас типа сказала. Видите, они из такой ткани. Есть в разных расцветках. Очень красивые лавандовые. И там, по-моему, обычные трусики были. И нежно-розовые. Но не было размеров. А я подумала, что у меня никогда в жизни не было желтого купальника. Все черные, какие-то хаки. Нюдовые тоже недавно купила. А яркого ничего нет. И на загорелом теле будет красиво выглядеть. Я примеряла только что. Мне очень-очень нравится. И я оставлю вам ссылочки внизу на то, что мне удастся найти. Пока я записывала для вас видео, посмотрите, чем занимается Томаш. Теперь я понимаю, почему Игнат приехал переодеться. Я думаю, что он до конца жизни это запомнит. Игнат, классная куртка? Да-да. Подойдет тебе такая? Да. Игнат, ну ты же едешь дальше кататься. Ну, намокнет. Потом не высохнет. Мы поедем с тобой в отпуск. В Хорватию. Ну что, ты поедешь без куртки, а вдруг там вечером будет холодно. А так мы заберем новую. Да? А можно только убрать на фельдка. Ну, можно я хоть померяю. Хоть померяй. Голова мокрая? Кстати, голова сухая еще. Какая крутая куртка. Я не могу. А сзади покажи. На 4-5 лет я ему взяла. Очень классная, Игнаш. Очень крутая с таким динозавром. Супер-пупер просто. У тебя была похожая, да? И мама решила купить вот такую, потому что мы выросли. И Игнат, и Захар. Очень классная, потому что она не дубовая. Вот как раз на рукавчиках. Вместо толстовки. На замке. Между прочим, не было тоже в наших размерах. Так что я взяла куртку. И знаю, что детишки тоже будут носить одинаковые. Чтобы не было споров и ссор. Игнат у нас любитель наряжаться. И поехал сейчас кататься на лужах. Хотел нарядиться в новую куртку и в шляпку. Взяла ему, чтобы защищаться от солнца. Захар такой не носит. Я вам рассказывала, что Игнат у нас надевает рубашки. И говорит, мама, как элегантно я выгляжу. Игнат у нас действительно модник. И он уже не может дождаться, когда все это будет надевать. Какой же отпуск без плавок? Правильно, никакой. У нас есть уже для Захара и для Игната. Но, к сожалению, с нашими плавками, точнее с детскими плавками, постоянно что-то происходит. То дырки, то они вообще теряются. Поэтому взяла еще одни запасные. И они чуточку дешевле, чем те, которые с лего и со щенячим патрулем. В прошлый раз покупала для Игната на 4-6 лет, а для Захара на 6-8. И еще Захарчику нашла шорты. Захар готов ходить в спортивных костюмах. Но взяла ему вот такие шорты. Вдруг ему тоже понравятся. Очень тоненький джинс. Прям такой мягкий тоже. И на шнуровке. То есть можно подогнать под любую талию. Для Захары я покупала на распродаже в Заре разные футболки, чтобы Игнату не было обидно. И вообще я заметила, что Игнат у нас ниже в 5-летнем возрасте, чем Захар. Поэтому на него мало что подходит из того, что носил Захарка тогда. Поэтому взяла ему 3 футболочки. Тоже из H&M. Вот это очень прикольное. Это прям такая отпускная. И с акулой. Они любят динозавров, акул. И также всевозможных героев. Эти футболки тоже недорогие. И хлопок здесь приятненький. И вы знаете, даже после стирки они хорошо выглядят и хорошо носятся. Потом едешь в отпуск и видишь, что все дети из разных стран ходят в одинаковых футболках. Томик потом спрашивает, как такое возможно. Говорю, H&M. Мамочки тоже знают и любят. Ну что, надеемся на прекрасную погоду и на хорошее самочувствие. Отвезу детей, буду собирать вещи и потом вам кое-что расскажу. Томик укладывал Игната спать. Захожу утром, а он в куртке. Говорю, что это такое? Ну так сильно понравилась куртка. Игнаш, смотри, он Мика к тебе не может добраться. Но так хочет тебя поприветствовать. Кнопкин, Сонькин мой. Микася, кто там? Кто там? Доброе утро. Боже, какой он большой. Что один, что второй. Привет, зайчик. Мои злые лапы. Видишь, когда у нее что-то во рту, тогда она не кусается. Ну, зверь. Она как плюшевый мишка выглядит. Ты мишка? Я вам должна сказать, что я очень приятно удивлена. Меня очень пугали породы Акита. Но пока что мы вроде как живем дружно. Как ты себя чувствуешь, зайчик? Дружно. Хорошо, сейчас померяем температуру. Ну, вчера вообще не было похоже на то, что у вас какая-то температура. Это капец. Зарко, сегодня поедем стричься. Сделаем тебе модную прическу. Уберем длину. Я уже не могу на это смотреть. Даже уже Томок согласился. И слава богу. Ну, все. Это вам не хухры-мухры. Мы только что забрали паспорт. Сейчас едем за паспортом Игнаши. Конечно же, мы берем Мику с собой. Оказывается, что во всех интересующих нас комплексах, также в отелях, можно спокойно приезжать с собакой. Так что мы сегодня все резервируем. И завтра отправляемся в путешествие. Это просто вот золото, честное слово. Конечно, со мной лучше, чем сидеть дома одной. Маникюр в процессе и собака занят. По-моему, есть совсем неплохо. Едем в парикмахерскую. Захара принесет порядок. Сегодня день красоты. И документы. Да, так? Да. Игнать, есть? Этот супер долгий день продолжается. Дети остались у бабушки, так как мы ездили в сковину. И я, получается, приехала к парикмахеру с Захаром чуточку раньше. И Игнат попросился к бабушке. Купили им игрушки в поездку. Карандаши, пластилин, раскраски. Какие-то прикольные такие журналы с заданиями, чтобы они чем-то там занимались. Я не знаю, который сейчас час, если честно, пусть будет опироль оклок, потому что я только что сделала себе опироль. Вообще за окном светло. Я еще не успела перестроиться на летнее время. Очень быстро пролетела весна, и я как-то так, знаете, бегаю-бегаю-бегаю с самого утра и до позднего вечера. И потом, а что, уже ночь? Да, оказывается, ночь. Так что очень здорово, что с самого утра очень много энергии. Я люблю, когда светло, когда солнечно, и крыша высохла. И также, почему я сказала, что надеюсь на то, что этот день будет также здоровым, а не только хорошим, солнечным и так далее. Потому что вчера отвезла детей в детский сад, и мне позвонила их воспитательница. Говорит, у них температура, у обоих 37,2. И тогда у меня сразу так, миллион мыслей в голове. Блин, почему сейчас? Как назло? Или как всегда? Потому что такие ситуации всегда происходят не вовремя. Короче, я забрала детей, привезла домой. Они бегали, как кони. Ну вообще, знаете, столько энергии. И я думаю, дай-ка я проверю температуру. Умери одному 36,4, а второму 36,3. Звоню в детский сад, говорю, слушайте, а что у вас там за термометр? А еще мне, знаете, когда позвонили первый раз, говорят, может вы обратитесь в эпидемный центр, и все-таки у ребят температура, это может быть плохой знак. А я себе думаю, вот тогда, если мы туда обратимся и туда поедем, мы точно что-то поймаем. У нас как бы поснимали уже карантин частично, но все-таки эпидемия продолжается. И первое, что приходит на мысль, конечно же, это не дай бог, не хотелось бы в любом случае. Говорят, что дети переносят легче, но все равно, знаете, собираемся в отпуск, все хорошо, и тут на тебя. И я мерила им температуру целый день. И вообще не было температуры, они хорошо кушали, они не отдыхали. И вечером тоже потрогала Захара и Игната, они прям такие, ну вообще даже не теплые. Вот знаете, когда у ребенка начинает подниматься температура, то все-таки это ощущается где-то по телу, по ручкам, особенно по спине. Вот, и короче, я померила, все нормально, утром померила, все нормально. Приезжаем в детский сад, они на меня смотрят. Говорю, у вас что-то с градусником. Измеряют еще раз при мне, ну то есть это минут через 15 после того, как мы выехали из дому. Измеряют при мне 37,1. Я говорю, такого быть не может просто. У меня есть обычный градусник и вот этот на батарейке электронный. Они мне говорят, нет, у нас специальные градусники, которые соответствуют всем требованиям в связи с эпидемией. Я говорю, хорошо, а еще ребенку какому-то померите, мне и у всех та же самая температура. Я говорю, знаете что, я себя чувствую отлично. Если у меня 37,1, это уже ощущается. Вот, и говорю, а теперь еще раз Игнату. Мерят 36,2. И потом вот так несколько раз подряд разная температура. Я говорю, я все понимаю. И я также понимаю то, что техника также ошибает. Я без каких-то разговоров забрала детей и просто наблюдала за ними весь день. И сегодня тоже все хорошо. Просто, знаете, можно себя так накрутить, если бы я поехала в этот эпидемный центр или вызвала бы врачей. Ну, просто не стоит паниковать, наверное, и в первую очередь наблюдать за ситуацией. И как-то, вы знаете, спокойно, спокойно. Потому что я человек впечатлительный, но, наверное, со временем я уже закалилась и спокойно реагирую на любые ситуации. Вот, поверьте мне, реально на любые, потому что я еще не все рассказывала на своем канале. Ну, в жизни случалось много всего. Я сегодня даже не смотрела из зеркала на протяжении всего дня. По-моему, у меня что-то на лице. Типа какая-то паутина или что-то такое летает. Постригла Захара. Забрала паспорт Игната и также паспорт Микки. Я вам показывала. И по поводу Игната. Вот его новый паспорт. И знаете, что я была в шоке второй раз в жизни. Не по знакомству, не за деньги, не через какие-то конторы. Мы просто в паспортном столе писали заявление, что, ну, просто просим выдать, сколько можно там скорее, потому что мы планируем путешествие. Нас никто не расспрашивал, куда, когда. Нас также не просили приносить какие-то справки, резервации отеля, там, билеты, что угодно. Нет, знаете, сколько нам сделали паспорт? Вот сейчас попробуйте угадать. За три дня. И это без какого-либо оплата, без дополнительных оплат. Это, конечно, круто, я считаю. И вот когда я оформляла свои документы, там была такая катавасия, такая волокита. И пришлось ждать очень-очень долго. Я долго также никуда не могла поехать, так как у меня не были готовы документы. Вот так много людей, так много запросов, что они просто не успевают это все перерабатывать. И даже когда я узнавала, сколько людей сейчас обращаются за загранпаспортом, то немногие, видимо, поэтому нам также выдали быстро паспорт. Но хотя, когда Игнашка получал первый раз паспорт, я написала также просьбу, так как у меня папа был при смерти, и мне реально нужно было с трехнедельным ребенком как можно скорее поехать в Украину. Я написала, какая ситуация, и ему то ли за два, то ли за три дня выдали. Ну, супербыстро тоже. Мы также буквально, знаете, вот на чемоданах ждали этого момента, и сразу же поехали в Украину к родителям. И это суперприятный момент. Теперь выпью свой опирольчик, немножко расслаблюсь, там их привезет детей. Еще поужинаем дома, я купила пельмени. А, кстати, сделала ногти. Сейчас такие суперкороткие и суперяркие, морковно-такие красные. То есть это не классический холодный красный цвет, а мне очень нравится такой живой, как мне кажется, более современный красный цвет. он как-то освежает, молодит. И я очень люблю с короткими ногтями, и именно этот цвет всегда у меня на ногах. Не знаю, что за фирма. Делала у Алины ногти, я вам говорила, что мы общаемся. И сейчас вот приезжаем, собачки, точнее я приезжаю к Алине, и собачки могут поиграться. И также мы там немножко побеседуем, я отвлекусь, иногда поработаю, и как бы, знаете, успеваю сделать сразу несколько дел, пока кто-то мне делает маникюр. И я вообще люблю, знаете, пойти, чтобы кто-то что-то мне сделал иногда. Так что сейчас вот сходила к мастеру, это Алина Кравченко в Кракове. Вот. И очень довольна. Мне нравится и форма, всегда все хорошо держится. Так что, такие дела. Мой компаньон всегда со мной. Пришла же на последний этаж. Ну, что ты екаешь? Лапа, здесь так жарко. Ить! Далеко ты не ушла, я тебе должна сказать. В том, как я так хорошо выгулял. У нас здесь бетонные плиты, это архитектурный бетон. Он, конечно, не такой холодный, как такой классический бетон, скажем так. И также, как плитки. Он более комфортный и, кстати, не очень скользкий. Я вам как-то показывала, что он еще и пористый. Вот. И у нас можно выбрать пористость такого бетона. Он еще и не однородной расцветки. Можно взять светло-серый, белый. Можно сделать темный. Мы захотели такой рябенький, чтобы грязь не очень сильно была видна. Мы едем на 9 дней. И я еще раз все перебрала. Все эти вещи я буду носить как на территории тех комплексов, где мы будем жить. На пляж, соответственно. И также на вечер. Беру 3 комбинезона. Так получилось, что все они из старых коллекций Zara. И очень их люблю. Костюм из 12 Stories. Еще к нему нашла вот этот ремень. Именно так я ношу. Подвязав немножечко рубашку. Ну, можно говорить, что это рубашка. Ремень из Stradivarius. Тоже прошлогодняя покупка. Очень мне нравится. Платьица. Разгладила его немножко. Вид у меня, конечно, не супер презентабельный, не модельный. Но, тем не менее, я решила показать вам свои некоторые покупки на распродаже. Потому что, во-первых, всего этого не будет, скорее всего, когда мы вернемся. А во-вторых, ну, почему бы не поделиться. Я решила добавить немножечко женственности. Чуть больше платьев в этот раз взять с собой в отпуск. Платье у меня из Stradivarius. Оно супер бюджетное. Мне нравится такой вырез. Сейчас все эти фонарики как-то, особенно по душе, наверное, это связано с настроением. Мне кажется, что оно как раз хорошо сидит. Не слишком обтягивает. Ну, и, по-моему, это размер S. Насколько я помню. И также я не буду носить это платье с каблуками. А еще одна находка с распродажи – это вот такие шлепанцы из Zara. Вот так они выглядят вблизи и стоят совершенно недорого. Я какая-то покоцанная, что руки, что ноги. Не знаю. Жизнь – боль. В общем, такие шлепанцы. Беру их с собой. И еще одни черные, более спокойные, без всяких там вот этих финди-клюшек. Самые обычные. Платьица из H&M, которые я вам показывала. И сатиновое черное на вечер, наверное, из Zara. Также беру всего одни шорты. Рубашку с открытой спиной. Рубашка из льна. Тоже с прошлого года. Шортики. И платье, которое очень похоже друг на друга. Вот это резерт. Оно сейчас есть на распродаже из Stradivarius. Только что вам показывала. Еще там лежит платье. Такая разлетайка, которая вообще не мнется. Очень удобно на пляж или дома набросить. Классно выглядит, стильно. И при этом удобно. Еще одни топулечки. Это шлепанцы. Кстати, обе пары у меня в 38-м размере. И эти уже кожаные. Они не на скидках, но также недорогие. Я давно хотела себе белые шлепанцы, но как-то не попадалась моя модель. Очень аккуратные, очень легкие. Прям на каждый день. И, конечно же, в отпуск. Идеально. Сегодня день папы. Томак думает, что я забыла. Я сказала, что мы отпразднуем все уже в Хорватии. Также мальчишки нарисовали ему очень классные открытки. А я сейчас принесу его любимое пирожное с такими фейерверками. Всегда боюсь, Юшкин кот. Сегодня команде разрешила не идти в детский сад. И они, такие хорошие мальчишки, пошли с няней, соседских детей, на прогулку. Выгуляли Мику. Скоро приедет моя Настя. И вот Захар сейчас увлекся уже тем, что я купила в нашу поездку. Для того, чтобы детям не было скучно. Это пластилин. Выбрали такой мягкий. Помните, пластилин в детстве был таким твердым, что попробуй разомни. Его нужно было разогревать. А сейчас, конечно, есть разные. И Захарка у нас очень красивые вещи. Лепит прям такие фигурки. Всяких там букашек. И сам что-то придумывает. Я даже не поверила, что он сам это сделал. Так что, несколько пачек пластилина. Еще купила очень классные карандаши. Они здесь считаются самыми лучшими. Называются они бомбина. Впусти лапу. Ой, на косточку свою нашла. Игнаш, впусти, пожалуйста, Мику домой. Вот эти вот бомбины, они очень мягкие. Они хорошо подтачиваются. И классная цветопередача. То есть раскраски. Все прям вообще очень хорошо заполняются. И Захарчику взяла много книжек. Сейчас еще найдем... Не книжек, а этих таких, знаете, журналов. Лего. Захарка, покажи. Это все у тебя с лабиринтами или что это? Я выбрала просто то, что ему нравится. Вау. Одни лабиринты? Ого. Я даже не ожидала. Ну, в общем, нужно еще поискать у него в комнате. Там куча, конечно, разная. Лябунг. Мама, посмотрите. Да, посмотрите. Игнаш очень любит у нас собачек и котов. Носки со стирки поскручивала. Нужно отнести. У меня в карманах всегда все находки, которые я обнаруживаю дома. Вот здесь нужно наклеечки наклеить. Конечно, здорово, что сейчас есть что хочешь для детей. И правда, не нужно самому много придумывать. Смотрите. Да. О, это похоже на Цахира и на Мику тоже. Игнат у нас очень любит животных. О, пожар спасает. Видишь, какой хороший пожарный спасает. Ну, в общем, и здесь, конечно, очень много наклеек. Игнашка, да? В основном наклейки. Помните, была такая игра? Только не в таком формате. И вот нужно порешать задания. Тоже очень классно. Я помню, что в детстве мне очень нравилось. И Игнашкину еще купила очередной выпуск журналов. У вас есть такие? Продаются. Здесь, конечно, эти супергерои, суперпопулярные. Собачий патруль. Вот. И здесь куча заданий. Игнашику нужно читать. А Захар уже все сам может прочитать. И не требует моего вмешательства. Крайне редко. Но будем заниматься. В общем, такие развлекалочки. Еще в бассейн кучу всего купила. Мика, ты выгулялась? Нашла свою косточку где-то во дворе. Лежу, тут соплю чуть-чуть. Еще этого ребенка нужно собрать. Ой, что это на ухе? Господи, как я испугалась. Мы ее обрабатываем от клещей. Ветеринар капает капли. На шерсть говорят, что это дольше всего. И эффективнее всего работает. Это, слава богу, репяк. Еще для Захарчика Томак покупал книги. Для чтения. Вот. Беру с собой. Нашла загадки, которые я покупаю в большом количестве. Тут и головоломки, какие-то лабиринты тоже. Что-то нужно дорисовать, докрасить. Иногда на почте беру. Иногда в каких-то детских магазинах. 6-7 лет для Захара и для Игната. Дети все тянут. Потом я снова буду бегать по всему дому искать. Так что нужно поскорее складывать. И для Захарчика еще вот, чтобы он здесь писал буквы, чтобы не забывал. Еще ручку нужно найти. И также распечатала как-то давно. Для Игната, по-моему. Нам из садика на карантине присылали много материалов. И часть мы уже сделали. Часть как-то, не знаю, затерялась в принтере. Так что будем отрабатывать то, что пропустили. Пакую вещи для детей. Вот сейчас достала чистую обувь перемытую. Мы, кстати, в стиралке стираем вот такие. И с ними ничего не происходит хуже, чем сами дети могут сделать. Они очень быстро убивают такую обувь. Но папе нравится, когда они ходят в белых. На каждый день у нас есть, конечно, другие. Я вам как-то говорила, что я очень долго ждала свой заказ из ЦЗЦ с обувью для детей. Это бюджетный магазин, вообще сеть магазинов, где у них есть как свои бренды, так и такие, как, например, Крокс. Крокса мы очень любим. Именно на каждый день. В садик также они носят. У Игнашика однотонные. К сожалению, для Игната не было такого размера. Но дети их, конечно, обожают. Это суперудобно. Также помыть раз-два и готово. Также есть более бюджетная марка обуви. Просто они прикольно выглядят. Взяла Захару. Но они, конечно, не такие прочные, как, например, вот эти. Из линейки Лосоцкий. Они кожаные. Они хорошо держат ножку. И также у них есть для самых маленьких, но прям самые-самые первые сандалики. Я, конечно, покупала Бартка, по-моему, еще забыла. Как называется, тоже польская марка. Они были подороже. А потом, когда уже дети подросли, то начала брать вот эти. Тоже каждый год вам их показываю. У них есть нейтральные расцветки. И, в принципе, неплохо носятся. Конечно, было бы лучше, если бы у них была темная стелька. Но, опять же, все разобрали. У нас очень быстро улетает обувь в онлайн-магазинах, да и в стационарных. И также какая-то одежда. Во всяком случае, в моих размерах, которые нужны детям, часто ничего нет. Вот Игнашику взяла такие бежевые с более темной стелькой. Более практично. И дети без проблем их носят. Они не натирают нам. Поэтому вот каждый год обязательно беру какие-то пары в ЦСЦ. Но именно из линейки Лосоцкий. Из натуральных материалов. Очень-очень вовремя. Утром приехала посылочка от Лиджо. Здесь кое-что, что я также заказывала. У них очень качественные изделия. Это их новая коллекция. Я, наверное, уже когда приеду, потом с вами попримеряем. Оставлю вам также контакты в инфобоксе. И у них сейчас часто бывают акции. Скидка какая-то. И я заказала себе вот такой красный костюм. Класс! А вот это я, пожалуй, надену в само путешествие. Буду ехать красивой. Я, конечно, влюблена в этот цвет. Такой приглушенный, мятный. Очень красиво смотрится и со светлой кожей, и с загаром. Так что поеду в нем. Очень уютный. Мам, хоть едем на авокате? Едем, правильно, да. Также беру с собой вот такую сумку. Сюда поместится и косметичка, и вещи для детей. Так как мы будем ночевать одну ночь в Австрии, я вам говорила. И также сюда сложу свой ноутбук и еще детские развлекухи в дорогу. Все, кажется, я готова. На этом мы с вами будем прощаться. Спасибо, что провели со мной эти сборы в отпуске. Я надеюсь, что вам было просто приятно провести это время со мной. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Мне всегда очень приятно. Ценю, люблю. Обнимаю. Увидимся с вами на месте. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.